Итак, снова приветствую вас, друзья, на нашем канале. Наверняка вы заметили вот эту вот странную штуковину, которая находится справа от меня. Наш сегодняшний выпуск будет посвящен эксперименту, который мы недавно начали, а именно воздействию кавитационного теплогенератора на мальков осетровых. Смотрите. Итак, друзья, ну расскажу подробнее. Будучи человеком, увлеченным своим делом, я, естественно, не оставляю без внимания различные звонки с предложениями попробовать что-то новое в осетроводстве и в рыбоводстве, основанном на УЗВ в частности. Значит, буквально месяц назад со мной связался Олег Владимирович, представился изобретателем и сказал, что у него есть разработка, которая называется кавитационный теплогенератор, который замечательным образом влияет на рост малька осетровых. При этом их кормовой коэффициент улучшается на 30%, рост, также скорость роста повышается тоже в районе 30-40%. Естественно, это цифры для любого рыбовода заоблачные. Конечно, очень хочется, чтобы это оказалось правдой, поэтому я ответил, что, конечно, присылайте ваше чудо-изобретение. Мы с удовольствием на базе моего хозяйства его опробуем. Мало того, мы все это дело покажем, скажем так, на нашем канале. И если через месяц действительно будет результат, то мы и все мои зрители смогут в этом убедиться, что действительно есть вот такая замечательная штуковина, которая настолько благотворно влияет на рыбу. Теперь давайте поподробнее о том, что такое кавитационный теплогенератор, со слов его изобретателя. Итак, кавитационный теплогенератор. Что это такое? По большому счету это такой бублик, да, бублик из труб, внутри которого находятся особенным образом сделанные лопасти, повернутые, да, определенным образом, а также пружины, смысл которых заключается в том, чтобы когда насос, а здесь насос Педролу на 48 кубов в час, гоняет воду по кругу, вот в этом бублике, она определенным образом, скажем так, структурируется и становится активной, как мне сказали, активной, живой, и начинает благотворно влиять на все живое высшее, то есть растение, рыбу, да, в том числе человека, и наоборот негативным образом влиять на таких товарищей, как бактерии и вирусы, да, чем способствует дополнительному снижению заболеваемости. Так вот, показали мне непосредственно фотографии, как выглядит вода, которая прошла, кавитационный теплогенератор, и обычная вода, например, если ее заморозить, да, как выглядит она, если ее там смотреть под электронным микроскопом, как выглядит именно структура самих молекул воды, да, то есть она, грубо говоря, меняет свои не химические, да, а физические свойства. Соответственно, для того, чтобы эксперимент был чистый, что мы сделали? Мы отправили магистраль, магистраль с водой, в одну сторону отправили ее через вот этот наш бублик, куда заходит определенный объем воды, гоняется по кругу, и потом, после того, как он проходит и, скажем так, становится эта вода структурированной, он выходит у нас в один лоток. Точно такое же количество воды из одной и той же трубы не проходит через бублик и выходит в другой лоток. Рыбу, которую мы сюда сажали, это была рыба с одного и того же лотка, одного и того же поколения, мы выровняли ее полностью по весу, то есть и туда, и сюда мы положили ровно 5 килограмм малька, кормим мы его абсолютно одинаково. Эксперимент будет продолжаться месяц. Через месяц мы взвесим, какие привесы дали 5 килограммов осетровых мальков, которые жили на проточной активной воде, и какие привесы дали мальки осетровых, которые жили на нашей обычной воде в УЗВ. Справедливости ради, хочу сразу сказать, что на точность этого эксперимента будет влиять тоже немаловажный фактор того, что из кавитационного теплогенератора вода выходит все-таки на 1 градус теплее. Поэтому мы все-таки должны понимать, что мальки, которые содержатся здесь, живут в воде на градус теплее, чем мальки, которые содержатся во втором лотке. По данным учебников, это может привести к тому, что на пару процентов скорость роста у мальков в этом лотке она в принципе будет выше из-за этого. Поэтому кавитационный теплогенератор должен нам показать действительно ощутимую разницу в привесах для того, чтобы мы действительно смогли сказать, что да, это изобретение нашего земляка с Дальнего Востока, Олега Владимировича, оно действительно показало результаты в нашем эксперименте. Поэтому вот в двух словах хотел вам это дело презентовать. Буквально через несколько недель я сниму еще один ролик, может быть даже до этого сниму ролик и покажу, какие мы промежуточные результаты получили. Но, в общем, надеемся, надеемся на то, что действительно это сработает, потому что звучит, как вы понимаете, бесподобно. Поставил бублик, немножко еще потратил электричество и получил волшебную воду, в которой рыба не болеет, еще и растет, и кушает лучше. Ну, чудо просто, мечта любого рыбовода. Поэтому, конечно, мы надеемся. Мы надеемся, но вот что будет на самом деле, посмотрим. Я как оптимист, конечно, надеюсь на лучшее. В общем, это, в принципе, то, что хотел рассказать. Пишите вопросы в комментариях. Я еще, наверное, оставлю ссылочку на документы, которые мне прислал изобретатель. То есть тоже сможете ознакомиться. Ну и как-то так. До новых встреч, друзья! Друзья, помогите сделать мой молодой начинающий канал лучше. Пишите те темы, которые наиболее интересны для вас. Именно эти темы я постараюсь осветить в самых ближайших роликах. Помогите понять, что для вас наиболее интересно, что вызывает самые главные вопросы на вашем пути к созданию своего собственного УЗВ. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!